Здравствуйте! Сегодня у нас четверг уже. И по-хорошему я сегодня вообще ничего не собираюсь сделать. Ну как, куша приготовлена. И все, лягу на диван, а то я уморилась за последние несколько дней. Но я хотела попробовать одну штуку. Посмотрите, как это будет выглядеть. Подходит мне этот лак. Дверцы, которые, ну то есть тумбочки, которые я покрасила, тумбочки, зеркало, в общем все это, которое я вскрыла морилкой. Его сверху нужно покрывать прозрачным каким-нибудь покрытием. Я купила его в двух видах. Это вот в спреи и в баночке такой жидкой. Кисточкой надо носить этой, которая как губка, как она называется. Да, я просто не решила каким образом мне это все красить. Ну в смысле вскрывать. Поэтому я думаю, что я сейчас в дверце, пока я могу еще выйти на улицу, если на холодное я вскрою спреи. Сейчас только пары ветра пройдет. Потому что главное встать по ветру. А лучше бы его вообще не было. Ну в общем. А вот той штукой я буду вскрывать зеркало, чтобы не закрывать все. Такое. Хотела проверить, как оно работает. Владимир у нас поехал на каяки плавать. Он даже с работы сегодня раньше отпросился. Мы с ним вывезли листья. И поплыл. Посмотрим, когда вернется. Я на самом деле ненавижу такие носики. Ну что вам стоит сделать его побольше, чтобы было удобнее нажимать. Но нет. Окей. Пишут, что мне нужно будет нанести два слоя спустя. 15 минут, что ли. Типа быстро сохнущая. Ну вот. Сейчас 15 минут вернемся. А вот эта разница между непокрашенным и покрашенным. Цвет, конечно, значительно темнее и приятнее. Возможно, мы прям этот вот цвет и всю кухню переделаем. Может быть. Еще не знаю. Ну, а это наш фронт-ярд. Два дня спустя. И кто скажет, что мы сегодня 9 мешков вынесли. Хуже всего, конечно, на крыше. Листья продолжают пребывать. Но никуда не деться. Смотрите, что нам вчера подарили. Красота и вкусняшка. Класс. Жалко я, но у нас есть все сразу. То есть я, конечно, могу. Но кому от этого станет лучше. Правда? Будем, так сказать, растягивать удовольствие. Муж объявился. Да. Глубокая темень на улице. Да. Я словил новую блесну чью-то. Ха-ха-ха. Вы мне второй раз уже чьи-то с Настей вытягиваете. Так, а что бы, нет? Притом, новехонькая. Блестит. Владимирскую, что ли? Не знаю. Он там не говорил, что... Я никому признаваться не буду. Я ее оставлю себе. А рыба? А, с рыбой нет. Ну, она там типа есть, но что-то я не сильно был удачлив. Угу. Ну, я смотрю, вода как-то просочилась у вас. Или это, наоборот, изнутри? Не знаю. Ну, так. Что-то есть. Прохладно. На дам так прохладновато было. Может изнутри. Притом, что сегодня еще не сильно холодный день. Ну, сейчас плюс восемь. Да-да. Сейчас было уже чувствовалось. Но Владимир это не остановило. Не. Он так давно не... Как это... Не ходил на каяки, да. Он был так увлечен ремонтом. Ага. Все, теперь еще повтори в понедельник. А нам тут... Передали... Да, я уже похвасталась. Я вернусь от него. Так, вот, кормите мужем. Кормите мужем. Сейчас покормлю. Доброе утро. Суббота всем. У нас восемь двадцать. Я уже прям вся в бегах, вся в бегах. Прибралась немножко. Владимир, наш раз прекрасный, свалил на рыбалку. На улице переград все. Чтобы понимали. Пасмурно. Погода противная. Но... Он настроился решительно. Надеялся тепло. И ушел на рыбалку. А у меня сейчас завтрак. Я, конечно, не люблю завтракать по выходным без Владимира. Но... Что делать? А потом куча дел по дому. Угу. Как всегда. Любимый завтрак. Не знаю. Говорят, что хлеб белый есть вредно. Но я его очень люблю. Поэтому тосты наши все. Кстати, вчера вот обновили букетик. Благодаря этой штуке, которая сыплет в воду. У нас пакетик идет с самим букетом. По три недели стоят. Поэтому... Радует нас очень долго. Второй тост будет с джемом. Ах... Класс. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова 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 Покрасила еще дверь. Даже начала новое вязание и варю суп. Супы мы едим редко. Потому что... Ну, скажем так, я не верю в ихнюю магическую силу против проблем с пищеварением. Потому что я ем суп, может быть, ну, два раза в месяц. И проблем с пищеварением у меня нет. Даже так же, как у Владимира. Поэтому мы их едим, когда хочется. Конкретно этот Владимир заказал сегодня утром. Он сказал, приду с рыбалки, хочу суп. Я говорю, хорошо. Он сказал, гороховый или чечевичный. Ну, горохового нас нет. Поэтому он суп с красной чечевицей. И пока я вот этим занимаюсь, пару замечаний. По себе суп элементарный. Но у него обязательно должны идти какие-то копчености. Так вот, найти копчености в местном магазине, это та еще проблема. Они даже, когда пишут smoked или double smoked, вкус, ну, такой, сомнительный. То есть вот эта вот штука, smoked chicken size, единственное, что можно найти, ну, что мы пока нашли, у которого реально запах и вкус копчености. Поэтому я кидаю в суп курицу такую. Получается очень-очень вкусно. Потом. Видите, с одной стороны терка привычная, с другой стороны она вот прямая. У меня ушло, конечно, некоторое время на то, чтобы сообразить, как ей пользоваться. Потому что просто вот так, вверх и вниз, она ничего не терла. Но я теперь знаю, что нужно тереть по диагонали. Когда первый раз я делаю это случайно, потом ха! И, в общем, работает. Терки все ржавеют. Я прям даже не знаю, что уже делать. Я покупала сначала в трепшопе, потом в магазине в Доллараме купила терку. Она проржавела. Думаю, ну, блин, надо купить дорогую. Купила уже дорогую терку. Это стоило, что, 10 баксов. Все равно ржавеет. То есть вот эта сторона нормально. А с этой стороны ржавеет. Это, конечно, удручает. Ну, что делать? Здесь уже все овощи, зажарка, сама, собственно, чечевица. Я сюда вкину еще копченостей. Чесночка, зелени. Посолить, поперчить и готово. Будет вкусно. Мы уже столь лет костры не полили. И вот решили, что 4 ноября как раз отличный день. Несмотря на то, что днем было очень тепло. Сейчас, конечно, температура упала, но не настолько критично. Та-дам! Костерок. Владимир справился. Никто, конечно, не сомневался. У меня тут чаек. Я, конечно, люблю термокружки. Признаю их необходимость для общества. Но это пока дождешься, что жидкость не станет допустимой к 5 температуре, полдня пройдет. Ну, что? Если ставить крышку открытой, можно этой часикой справиться. Все, и Владимир сразу пропал. Я упал. Ага. Ветра нету, звезды. Что такое? Шикает. У вас тряс чуть-чуть. Да, у Владимира в этот раз получилось очень такое... Шипучее. Шипучее пиво. Говорят, так тоже бывает. Вот в этом... Да. Давай, давай. Лучше? Угу. Фу! Хе-хе-хе-хе. Видно меня? Ну так. Как-то Владимир из первых банок. Сейчас оно, по-моему, устоялось немножко, да? Да, оно сейчас получше стало. А одно из первых? То вообще было капец. Там все пиво вышло пеной. Вообще, вот... Жалко. Я не знаю, может в Украине тоже распространено, но это было слегка дороговато. Но это же так круто сделать свое пиво, сделать свою рыбу. И потом словить эту рыбу. О! Вот еще словить рыбу, засушить ее. А потом выпить пиво с рыбой. Угу. Вообще крутяк. Ага. Мы потерялись. В противоположную сторону? Нет. Нет. Еще туда-то 400 метров. Эх. Ладушки. Ну мы не потерялись. Я оставлю вас, буду выпустить. Ага. Пациентная красота такая. Ну холодно было, сейчас вроде теплее становится. Нет, а тепло хорошо. Просто ветер закончился. Ну вон тут тоже можно переступить. Я думаю, это тоже озеро, куда мы будем перегребать. Но все-таки там по-цивильнее. Там переход, почувствовать портаж. Ну да, вам надо тащить теперь два каяка. Ну да. Потому что я кроме себя больше ничего не перепортажу. Да-да. Ну ладно, погребли. Мы с женой. Татьяна Ивановна, улыбнитесь. Да. Я хоть грибу. Прямо. Прямо. Да. У нас ноябрь месяц. Пятый. Сегодня пятое? Ага. Пятое число. На улице тепло. Мы решили выгрести. Счастливая жена. Вы уже близки. Вы уже близки. Рыба что-то не ловится. Улыбн экстек. Рыба. Вм dataset. Рыба. Улыбненько. 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 И все-таки доброе утро. Мы с Владимиром только что пересекли озеро. У нас на это ушло чуть больше часа. Все на то, что мы заблудились слегка. А теперь Владимир будет нас протажить. В горку. Но это уже дело. Говорит, справится. Я уверен. Так портажатся пустые каяки. Ну и собственно каное тоже. Можно было обволочь. Ладно, уже нагрузим себя побольше. В этом плане Владимир говорит, что мой каяк носить удобнее. Он как-то так... Да, сейчас я вам покажу. Он это донесет и попрет второй. Ну вот. Сейчас Владимир покажет фокус. При теоретических навыках вы и закинуть сможете. Не при теоретических, а при... Как это называется? Отработанных. Отработанных, да. Да, если надо отработать... Потому что очень легкий этот каяк. Несмотря на то, что в нем 10 футов. И он очень удобный. Мне в нем сидеть сейчас удобнее, чем на любом стуле. Главное стараться вес всегда... Ну, поднимать только вот, когда... Вот его перевернул на бок, потом подошел, коп на колено. С колена уже тут все просто. Одел на голову и пошел. Сейчас. О, все, я пошел. Человек-каяк. Что там? Ну, Владимир, столько красивых рыбок. А рыбы нет. Да. В озере рыбы нету. Вот мое последнее приобретение. Да. Вот такое-то хищника. Ну, нет. Извините. Вот. Странно, что тогда у нас... На нас щука клюнула. Она вот маленькая. Вот на таких щук надо большие рыбки. Ну, они об этом не знают. Да. Сюда не лодная была. Мамка. А вы ее и отловили. А, она побежала. Нормально. Не, я ее опустил. То есть, не делайте. Что такое делаете? У меня страшнее в руки было. Я была морально не готов к такому повороту. Обычно в незнакомых водах я начинаю с такой. Она у нас идет на... Не важно. Главное, что стоят копейки. Если потеряется, не страшно. На сутоках. Хорошо на щечку. Их продают пачками по десять штук. Да. Спустя еще час мы пересекли второе озеро. И достигли конечной точки нашего... Сегодняшнего пути. Путешествия, да. Сейчас мы тут покушаем. Да, пройдемся там в лесок. Посмотрим, что на другой стороне. И погребем назад. Покушаем? Да. Назад я буду везти. Да, Владимир говорит, что так ему недостаточно физической нагрузки. Как это? Мне надо больше. Да. Поэтому назад он погребет два каяка. Угу. Вот такой смешной сейчас. Лохматый. Угу. Вам идет. Портаж мы не одолели. Грязный. Да, грязный. Семисот. Пятидесяти метров мы прошли. Пятьсот. Небольшим, да. Поняли, что этот портаж не из легких. Чи-чи-чи-чи-чи. Ага. Владимир нам сейчас сообразит. Обед. Ага. Соображу. Вчера после костра у нас осталось много углей. Поэтому Владимир зажарил и мясо, и эту лосося, и картошечки запек. Пока Татьяна Ивановна спала. Хозяйственный, хозяйственный. О, даже маслице взяли. Ты гляди. Единственное, знаете, что я не взял? О. Лопаточку. У меня есть. Будете трясти. О, даже маслице взяли. Вот так надо на каяках ходить. Правда, сюда мы плыли все время против ветра и по волнам. Так что назад Владимиру будет легче. Ну, посмотрим, сколько ее хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Вон Татьянована даже не гребет Такой ветерок нормальный Хорошо, что он попутный Вау, ветруганище Небо затянуло Мы с Владимиром ели Очень быстро Но не без приключений Догреблись До верика Даже полно поднялись Особенно вот там, где поуже Острову Кондак Ага Слышите какой ветер? Так, Владимир, надо смываться отсюда Итак, закончилось последнее, судя по всему, приключение на каяках на этот вод Ох, меня слегка обветрило Думаю, есть чуть-чуть Ну, очень вовремя закончилось Небо затянуло тучками И вообще сейчас будет темнить Мы перевели часы Поэтому опять Вечера И начинает темнеть Ну, нам еще 2 часа до дома ехать Ну, еще к 7 будем Да Ну, в общем, такие дела И мы увидимся с вами в следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok